Всем привет, друзья! С вами Кирилл Саакаст и добро пожаловать на канал Крипто Геймерс! В этом видео поговорим про NFT игру, которая называется Пикастера. Как вы помните, уже был полноценный разбор данного проекта с вложениями, с заработками. Это была стадия открытого бета-теста. Но за это время игра вышла в полноценный релиз. И давайте посмотрим, что поменялось. Релиз был довольно-таки громкий, потому что игру, к сожалению, взломали. И это, конечно, максимально неприятная ситуация, как и для любого проекта. Нашлась дыра, ей воспользовались и, соответственно, укатали основные токены. Что привело к плохой динамике. Но скажу сразу, друзья, разработчики вышли максимально круто из ситуации, которая сложилась с поддержкой биржи Coin. Они смогли стабилизировать ситуацию раз и идет рост это два. Это, конечно, редкое явление, честно говоря, на моей практике, но как есть. То есть, раньше был токен RBC. При момента, когда взломали, он был 0.088, потом резкая свеча. И, как видите, он сейчас 0.029. Этот токен полностью заморозили. Сейчас внутриигровой токен называется по-другому, который добывается больше всего. Это RBP. И токен SRBP. То есть, эти токены как раз-таки поменялись. Игроки, которые потеряли свои токены SRBC, они получили клон нового токена. То есть, по сути, мы ничего не потеряли. Потому что нам сделали такую замену этих токенов. И давайте посмотрим, как эти токены торгуются. То есть, токен RBP сейчас имеет 0.078 цену. Как вы видите, цена идет пока только вверх. По динамике идет рост. Это, конечно, хорошо для любого проекта. Но посмотрим, что будет дальше. Возможно, цена будет еще выше. Возможно, она где-то встанет и будет как раз-таки какая-то приемлемая в одном диапазоне. Я считаю, что разработчики здесь, конечно, вышли максимально круто с данной ситуацией. Но посмотрим, что будет дальше. То есть, по моему опыту, как я уже говорил, мало проектов смогли выйти из такой плачевной ситуации. Но здесь признаюсь то, что момент взлома был переходный. С открытого бета-теста на релиз. И вот этот как раз-таки промежуток, может быть, и позволил проекту получить лояльность от аудитории. Потому что, во-первых, они очень быстро реагировали, быстро писали посты, быстро искали решения. И за счет этого аудитория хорошо отреагировала. Плюс игра была недоступна. И, может быть, это тоже как-то сказалось. Потому что, как я уже говорил, был момент выхода игры. Посмотрим, что будет дальше. К моменту выхода они выкатили довольно-таки интересную тенденцию бесплатных 5 NFT для новых игроков. То есть, кто сейчас зайдет в игру, получит 5 бесплатных NFT. Это временные. Они всего лишь будут у нас 3 дня. Это нужно для тех, кто хочет зайти в игру. Но, допустим, они понимают, понравится им игра, не понравится. Да, боевка та, не та. Интересно, неинтересно. Зашел, тебе дали 5 NFT, пощупал. Если понравилось, ты можешь потом еще при этом заработать. Сразу скажу, что заработать без покупки потом NFT у тебя не выйдет. То есть, нет тут никакой дыры. Ты будешь получать токены, да, за счет того, что ты выигрываешь. Но, чтобы эти токены потом вывести, тебе нужно будет купить NFT. То есть, здесь все примерно расписано, как это происходит. Поэтому, здесь дыры не будет, за счет этого не будет большого количества мульти-аккаунтинга и так далее. То есть, поиграл, понравилось, купил NFT, на этом уже заработал. То есть, такая тенденция. Ссылочку на статью я, естественно, оставлю под описанием. Поэтому, кому будет интересно, можете посмотреть, поизучать. Что касается заработка. В игре есть система аренды. То есть, как видите, у меня сейчас 53 энергии. Потому, что у меня есть и мои NFT, и еще 3 NFT я арендовал. Чтобы как раз-таки получить 15 NFT, у меня был буст по двойной энергии. Кто помнит, я раньше рассказывал, что можно, как видите, здесь ставить X2. У меня будет тратиться больше энергии. Соответственно, я буду меньше тратить времени в игре. Потому, что у меня будет количество боев не 53, а 26. Потому, что я как бы X2 энергию трачу. Заработки при этом X2, но рейтинг не будет X2 идти. То есть, я про это как раз-таки рассказывал, но не показал, как это работает. Что касается аренды. Раньше была такая узимость в проекте. То, что можно было арендовать безлимитное количество пикастеров. Я хотел даже снять про это видео. Но в момент перехода ОБТ на релиз, это понерфили. То есть, теперь максимально можно арендовать 3 пикастеров. И эти пикастеры не дают полный буст энергии. Как видите, у меня поэтому не полная энергия. Потому, что это тоже учли. Это, кстати, хорошо. Но не хорошо для тех, кто ищет такие как раз-таки дыры. Арендовать можно за 8 РБП токена. То есть, на 3 дня. Максимально 3 штуки. Поэтому, у меня как раз-таки 53. И теперь я буду за счет этого сейчас подводить свои результаты. То есть, у меня 53 энергии. Сколько я могу зарабатывать на данный момент. И какие вложения. Что вы понимали. Как всегда, все будет максимально в доступе. Давайте изучать. За арену я сейчас получаю 344 РБП. Потому, что это примерно 26 боев. За один бой на арене я получаю 13 токенов. Так, давайте посмотрим. То есть, сегодня у меня, допустим, результат. Пока я сыграл 14 боев. 8 победил. 6 проиграл. Получил 208 токенов. На моем рейтинге у меня 1600. Я получаю 13 токена РБП. То есть, 13 за один бой. Получается, 26 боев. Если я выигрываю, это 50% винрейт. По сути. То есть, я не беру опять там 55. Не знаю, выше 60. То есть, я мог, конечно, брать и выше. Потому, что общий результат. У меня не 50% винрейт. У меня 276 побед. 12-219 лузов. То есть, тут намного выше. Но я беру, как бы, для того, чтобы примерно плюс-минус вы понимали, кто на что может рассчитывать. Не максималка, не минималка. То есть, средний показатель. Это получается у нас 344 RPP в день. То есть, 26,5 долларов. Давайте сейчас проверим. То есть, 344, да? Правильно все тут считаю, да? Даже сейчас чуть больше, потому что токен подрос. Но каждый раз проверять мы не будем. Для того, чтобы вы примерно понимали, да? Как ход моей мысли. 26 долларов и 5 это в день. Компания приносит нам 1,16 долларов. Потому, что мы получаем 15 RPP в день. Дальше. Ежедневный квест. Тоже 15 RPP. То есть, это 1,16 доллара. Дальше. Еженедельный квест. Мы здесь получаем только не S-RPP. Тут мы должны были получать 50 RPP. Это 0,55 долларов. То есть, вот этот квестик. Я тут немножко некорректно указал. То есть, 10 RPP плюс еще 40. То есть, это 50 RPP выходит. Давайте проверим. 50 RPP. Это 3,9 делим на 7. Получается как раз таки пол доллара. Потому, что это квест, который можно сделать 1 раз в неделю. То есть, это не каждый день. Поэтому, это еженедельный квест. Дальше. Я еще пометил этот оранжевым цветом. Я это в таблицу не вносил. Скажу сразу. То есть, этот заработок дополнительный. Он идет от того, сможем ли мы выполнить полностью весь квест. Еженедельный. То есть, тут еще 230 токенов RPP. Скажу честно, можно его выполнить. Но очень тяжело. То есть, квест не просто так делается. Потому, что есть задачи максимально нереальные. Это зависит, конечно, от рандома. Допустим, сыграть в ничью 5 боев на арене. Здесь, конечно, может быть манипуляции. Если с другом как-то пытаться договориться. Если у вас одинаковый рейтник. В определенный промежуток. Сыграть в ничью. Но сам по себе фактор ничьи. За все мое время. Я сыграл почти 400 боев. У меня было, по-моему, ничьи всего 2 штуки. То есть, очень малый процент всех игр. Поэтому выполнить квест будет максимально тяжело. И за счет этого есть разные, допустим, тяжелые моменты. Поэтому этот квест я просто не учитываю. Некоторые могут повести. Задания будут более-менее выполнимые. Но тут больше как бы плюс-минус. Поэтому этот квест я, в принципе, не считаю. Но если сможете сделать его. Это халявные 2,5 баксов в день. Потому, что в неделю это почти 18 долларов. Просто так еще. Босс тоже приносит нам 15 РБП. То есть, это 1,16. И мы еще зарабатываем дополнительно здесь другой токен. 1SRBP. То есть, это второй внутриигровой токен. В итоге почти 2 доллара в день. По всем этим подсчетам, можете проверить. Выходит у нас 31 доллар 34 цента. Это в сутки. Что составляет 940 долларов в месяц. Какие же вложения у нас получаются? Мы должны купить 12 NFT. То есть, я считаю, как бы... Было предыдущее видео. Кто помнит, я считал по минималке. Я считаю по текущим результатам, которые делаю я. Чтобы вы понимали, да. У меня 12 NFT моих. И это составляет 912 долларов. Потому что текущий прайс у нас... Минималка 74. Я, по-моему, считал по 76. Потому что, видите, это самая минималка 74. 77. Это чуть выше. Примерно средний составляет 76 долларов. Да. Плюс-минус по текущим ценам. Буквально, кстати, пару дней назад они были дешевле. То есть, цена пока идет выше. Ну, можете понаблюдать. Да. Может, конечно, и просяет. И плюс 240 RBP. Это 18 долларов. Это аренда. То есть, за месяц 3, если арендовать NFT-шки, нам выйдет 18,5 долларов. Что составляет 930 долларов и 5 центов. То есть, это мой, получается, расходник. Это мой заработок. То есть, окупаемость на данный момент составляет 1 месяц. Если вы играете средне. То есть, как я уже говорил, то, что я зарабатываю 13 токенов за бой, это не максималка. Это не минималка. Это просто средние показатели. Поэтому, как бы, можете посмотреть таблицы именно заработков токена. Скоро сразу то, что они немножко подкорректировали. Если вы находитесь в среднем диапазоне, вам будет больше падать токена RBP. И если вы играете чуть хуже, там насыпает чуть-чуть меньше, чем было в предыдущем ролике. То есть, они это подкорректировали. Они больше, как я уже говорил, мотивируют больше вкладывать в проект. Имеется в виду NFT. Потому что все для этого как бы идет. Потому что по одной энергии, кто играл в Аксе, это долго бить. Но BoostX2, это дает тебе потенциал завести больше пикастера. Потому что в Аксе было выгоднее, наоборот, сделать не один Ак, а два. Три Ака. Потому что это было как бы по заработку намного-намного выгоднее. Здесь ситуация другая в корне. Потому что тот же самый босс, то что я считал, вот по минималке, кто может бить и больше. Да, не знаю, есть ли такие игроки. Тут заработки другие на самом деле. То есть, намного выше. Есть куда еще разогнаться, как говорится. Но это уже как бы с большим риском. Сами думайте, друзья, стоит входить в проект. Можете понаблюдать. Я показал вам текущую ситуацию. И то, что в принципе произошло с проектом. Если зарегаетесь по моей ссылке, будет очень круто, друзья. Ссылочка под описанием к видео. На этом все. Лайк, подписка. И всем удачи. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok